об одежде, и я наседаю. Она не надевала, сами покажите, что это бяка. Я наседаю, так мне надо, скорее, жену так одеть. Маленькая девочка знает. Так, вы сегодня принимали крещение. Да. Стали членом Святой Православной Церкви. Да. Вот у меня несколько вопросов. Четко по буквам почти произнесите вашу фамилию, возраст, откуда приехали, и как вы узнали, что есть такое место, куда вы приехали? Богушевич Виталий Геннадьевич, 72-го года рождения, 1972-го. Я познал, так было, ну, было тяжелое время для меня, я остался без учителей. Ну, баптисты от меня стали отворачиваться, я слишком много вопросов задавал, неправильных для них. А о православии еще разговор не шел. Немножко Герман, чуть-чуть напоминал бородой, и, ну, после конца, то, что он там крестился, и я уже начал об этом. Потом я, ну, я все равно в нем учения не увидел никакого у Германа. Вы попадались мне случайно там два раза, ну, на... Ну, потому что где он, там, вы немножко, потому что вы о нем говорили. И, ну, у меня почему-то как-то не пошло туда. А о ком о нем? О Германе. Детей учили. В сервере. В лагере учили детей. О нем, что, ну, он, что он, ну, никакой. Да, что он никакой. Это в ролике. Да никакой, конечно. И я, ну, как в пустоте опять. И тут я в январе месяце просто зашел в комнату уже, Анжелика знает, в отчаянии. И я сказал, господи, я уже прям креститься хотел. Вот прям вот так я уже делал, еще будучи баптистом. Дай мне учителя. Я так сказал. И как только я сказал, мне прям легко пришло. Все. Я пошел и лег спать. Утром я проснулся. И уже сделал какие-то дела, утром встал. Поставил интернет, зашел, и все. И я на вашей странице. И я оттуда вы не вылазил до сегодняшнего дня. И я понял, что Бог есть царь. Зазомбировал вас. Да. Да, причем конкретно, и не поворотно, вот так произошло. И я все, и я... У меня копились вопросы. Только вот накопится, я хочу вам звонить в скайп. А смотрю ролики, все, на мои вопросы уже все отвечено. Все, я дальше копится. Опять так же, и все, и я ответы все получаю. И можно было не разговаривать, но разговаривать лучше. У меня таких ответов сотни, наверное, идут. Только думаем выйти с вопросами. Да. Вы, говорит, даете нам ответы. Четко прям вообще все разбирает. Печатаю письма, ответы давали святые. Но я не такой, просто Бог так делает. Моего там еще нет. Ну и дальше как вы... Все, потом мы вам написали. Уже в апреле. Я уже прям готов был, жену свою подготовил. Она сказала, да. Ну то есть, да, она уже понимала. Я ее размышляю. Сам размышляю и ее учу. Да, да. Она уже была готова. Ну все, я говорю, давай писать письмо. Мы написали вам письмо. Покажи письмо. Знать, Тихонович найти не мог. Вот. И написали письмо. Вы ответили часа через три. Вы сказали... Я спросил, можно ли исправить наше крещение, которое никого не... Исправить? Конечно, можно. Это вы отвечаете. Держите стопы свои. К нам в Потеряевку. 9 июля будет крещение. Потом я написал, как мне книги приобрести ваши. Деньги... Сколько вы дали мне этот прайс? Да, счет. Я хотел отправить. А вы мне сказали, если вы уже приедете, здесь и получите книги. Здесь и приобретете. Пошел в сосуде. Да, приобретете. Все, я сказал, ну все хорошо. То есть, мы договорились. Ну и больше я не писал. Раз вы мне дали добро, я уже ничего не писал. Меня интересует момент, когда баптисты заметили, что вы что-то ищете. Какой тут шел процесс? От кого? Как они вас? Какой любовь окружили? Ну, когда я от них немножко раньше отошел, потому что они уже тогда не отвечали на мои вопросы. Меня тянуло дальше. Они как фарисеи встали и сами не входили. И меня не впускали. Я им вопросы задавал. Ну, согласно общине. Они мне говорят, у нас все так, как должно быть. Ну, как было. Я говорю, ну не так. Я же читаю Библию. Все не так было. Совершенно не так. Они говорят, у нас все так. Я говорю, вот это не так. Вот это не так. Ну, отношения даже между людьми не так. Все не так. А где ты сейчас такое найдешь? Вот. Я говорю, я не знаю. Ну, у нас не так. У нас все не так. Я вставку сделаю. У нас один был человек. У него отец пресвитером у баптистов. Пресвит по-нашему-то никто. А у жены, кажется, отец диакон у баптистов же. А мы когда познакомились, мне нужно было Златоуста там пятый том читать. А он военный. Военный следователь. Ну, и он стал считать Златоуста. И жене говорит. Так если он прав, то мы не правы. Баптисты. И он тогда встал в общий. И говорит. Алексей Дмитриевич. Написано в шестой главе Евангелия Тиана. Все тело мое есть. Тело. И кровь. Ни подобие, ни воображение, а реально. Так а если реально, так это вон у православных. Он такой был толстый пресвитер у них. Показывает Покровский собор. Он так встал и говорит. Наташа, правильный путь показан. Пошли. И стал священником. В городе Тайшете служит. В Иркутской области. Пресвитер так же сказал. У нас этого нету. Почему нету? Потому что вы никто. Самозванцы. И это я понял сразу. Как только начал смотреть, меня не надо было уговаривать. Я уже сразу все понял. Потому что Писание я уже читал. А я Писание начал читать, еще не был в церкви. Я начал. Было мне тяжело. Я сказал. Господи. Ну, я нехорошо себя вел раньше. Мне хотели уже даже это. И я побежал в лес. Сказал. Господи, если ты есть, спаси меня. Первое было за что. И меня никто не мог вообще. Рычали, но укусить никто не мог. И я начал справляться. Второй раз я занимался спиртными напитками в отдел. И меня поймали там все были. Все. Уголовный розыск. Этот АБЭП. И вот они меня остановили прям там. И участковые еще с ними идут. А я с водкой и без документов. Они меня все уже хотели везти в этот. А я же помню, что я Господу так кричал. И я уже, я им все предлагал. Идей ничего только не предлагал. Они мне не это. Ну, не пускают. Все, садись. Иначе сейчас мы тебя скрутим, закинем. И я зашел за машину. Господи, вытащи меня отсюда. Я никогда больше не буду этим заниматься. Так сказал. И все. И я выхожу оттуда. Они садись в машину, поехали. Я говорю, ну я такой смотрю на него с таким, ну помоги как бы. А он такой, садись, сказал в машину, поехали. Выведем тебя отсюда. А я знаю, Алдан, это Якутия. Знаю, как ехать к ним туда, в Алдан. А так прямо дорога. И мы выехали. Он вас сопроводил. Он сказал, чтобы никто вас не поймал. Он нарушал. Он нарушал. Он вывел меня на этот, там теплый ключ, дорога. Вышли. Я ему говорю, возьми то, то, то. Деньги. Ничего не надо. Но если еще раз ты мне попадешься, я тебя не отпущу. Я сейчас говорю, у меня аж, ну это было так. И все, и я поехал. Вот. И тогда уже Господь привлекал. А потом уже, я, кто Христос, не знаю. Вот так переезжали, квартиру купил, вещи перекладывали. Опа, книжечка, маленькая книжечка. И начал читать про Евангелие. Начал читать Иисус Христос. Все, заплакал. Света выключали, не было света совсем. А там же нет темна, в Якутии. Нет, не темно совсем летом. Я возле автошки приходил с работы и читал. Прочитал, заплакал, все. Мне начало открываться, что Иисус Христос дверь для нас, что мы только через Него. И много. Я начал уже проповедовать людям. И потом вот три года я так вот жил, читал там, у меня еще там был Новый Завет нашелся, мне подарили. Но с верующими не общался. И все. А потом у меня стала тяжелая опять полоса. Я в аварии начал попадать. Я возил контейнера, дальнобойщик, на своей машине. И переворачивали все они у меня. И первый раз я чуть не сбил там сзади, как получается, выезжал в гору и машина пошла. И там сзади был джип, а его КамАЗ припер. И мне только выворачивали и туда. И меня так раз и разгрузило, но не перевернуло. И я, господи, за что это все? И мне было слово, прям сразу. Если ты не придешь ко мне, ты погибнешь. Да. Я, а куда? И мне опять, тебе надо идти к своим. То есть я читаю Библию. И один. Защиты, наверное, нет один. Один в поле, что там, раз и сломал. Так? Да. Вот. И это было три раза. Второй раз я попал к другу заезжал, он у меня обгоревший был. Я заехал к нему в Томоте. Это тоже Якутия. Побыл у него, а он вот так лежал. Я с ним побольше побыл. Ему, ну, представьте, один лежит вот так, горевший. Ну, весь кожа обгоревшая. Сгорел, как факел бегал. Облился этой солярой и вспыхнул. И я у него был, а выезжал от него. У меня контейнер прямо вот там в городе. Седло лопнуло. И упал, и раскрылся. Консервы разлетелись по разным этим. И опять, господи, за что мне это? И мне опять, тебе надо к своим. Вот опять то же самое. А третий раз я уже перед Новым годом, это был 2001 год. И у меня опять контейнер упал. И сам как не перевернулся чудом. Я опять так закричал, и мне опять было то же самое. Это уже третий раз. Я сказал, все, господи, сейчас я приеду, я все брошу и пойду к тебе. Так было. И я бросил, ну, собрал все, мне Бог дал силы. Я там, представьте, 20-тонный контейнер, сам все это загрузить. Там потом мне какие-то люди еще помогли, у меня не было уже сил. И я сдал это все. Ехал назад, думаю, ну, еще один рейс сделаю. Еще один сделаю рейсик. Еду, у меня колесо, тыч, лопнуло. Пустой. Я колесо сделал, еду дальше. Ну, наверное, нет, не надо уже, надо все, идти к Богу. Все уже, не могу я так, ну, надо идти искать кому-то. Еду, потом, ну, может, еще один рейсик сделаю. Ну, что, денег надо побольше, я же работать не буду, сейчас надо же будет там, ну, служить. Я такой еду. И машина утром вот так едет, обгоняет меня. Это был Новый год, 1 января, утро, рано. Разогнался, так, раф, перевернулся и на крыше, и так, вот так вот за меня. Я это все вижу. И я опять, я чувствую, вот это вот со мной вот так вот будет. Вот так вот. Я опять, столько вообще всего было вот в этот вот рейс последний. Они оттуда вылезли, машина остановилась, они туда сели, уехали. Я стою, объехал их, поехал дальше, домой еду, в Нерюнгре. Еду дальше. Буквально там проезжаю, на, 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 как же, поселок этот, забыл, Назарова, Назарова. И я еду, и навстречу мне Тойота Камри, и жмется, жмется, жмется ко мне. Я уже на обочину, а я на Кразе, ну, на своем, с контейнерами. И он мне как дал, врезался в меня, и все, мне уже аж прям страшно. Я вот что не возьму, мне страшно уже. А какая машина врезалась? Тойота Камри. Он не кто, ну, он в меня врезался, и там, он пьяный был, там с ним женщина была, она, я не знаю, до сих пор живая, не живая, я не виноват. Но события, такие события были. И я сказал, все, ну, у меня, я скакал, то пойду, то не пойду, вот так вот, вот так. И тут я сказал, все, я приехал и пошел. Утром встал и пошел. Я русский, пойду в православную. А там православная, и здесь же рядом евангелисты. Я подошел к церкви, ну, люди там, ну, это служение и гроб, гроб стоит. Ну, это крышка. Отпевают. Я подошел, говорю, кто ближе к Богу? Ну, они мне говорят, батюшка. Я говорю, мне пообщаться, ну, мне прям плохо вообще. Они говорят, батюшка сейчас занят. Я говорю, а что он делает? Он отпевает. Я говорю, ему уже не помочь. А мне можно, я так сказал. А они посмотрели на меня так. Ну, все, они меня отошли, я никому не нужен. Я постоял, постоял. Ну, пошел в евангельскую, зашел, меня встретили. Человек, Илья Радов. Он взялся, вышел с бородой. Он гагауз, отец у него умер, 40 дней или сколько-то, они не стригут волосы. А потом взберутся. Я еще, ох, какой, ну, красивый вышел на это. И мы зашли к нему в кабинет, и мы сидели с утра, вот, как я пришел, где-то часов 9 было, и до самого вечера. Тут какие-то дела ему сыпятся, кто-то его куда-то зовет. Машину хотят у него купить, не хотели купить машину у него там месяц. А тут прямо хотят купить, а он сидит со мной, никуда не идет. И рассказывать. Я ему задаю вопрос, и он мне отвечает, отвечает. Все, я, и все, я так и остался там. Так было. Я покрестился. Ну и все, созревал, созревал потихоньку. Ну и почувствовал, что все. Ну, я задаю вопросы, мне уже не хотят отвечать на них. Тебе надо это, тебе надо это, ну, там, тебе надо библейка, тебе надо еще что-то. Я в библейку пошел. Я читал до этого библию, вот, прям открывал, читал везде. Я засыпал в ванной, читаю библию. Засыпаю, раз, вода, ну, не засыпаю, в смысле, читаю. Вода холодная. Ну, я там. Я раз, водички добавил, я опять читаю. Ну, это, вот так. А потом, когда в библейку сходил, я не могу читать. Меня вот здесь вот заучено, заставляют как-то там что-то это. Я говорю, вы из меня делаете какую-то вот штамповку, штамповку какую-то, я так говорил. Они, что ты споришь, ты не должен спорить, ты должен исполнять только. Я говорю, да я до этого читал библию с удовольствием, сейчас уже смотреть не могу. То, что вы предлагаете. Спорил с ними так. Ну, и много было это. И потихоньку, потихоньку я стал отходить, потому что, ну, я хочу дальше идти, они не пускают. Я потом это место вспомнил, Иисус Христос обвиняет. Вы книжники-фарисеи, вы не даете зайти и сами не заходите. А у вас так не получится, что сейчас начнем в православии так же вопросы задавать, и от вас там отходить будут, и скажут, а пойду в католики. Вы их уже ответили. Понятно. Когда, это было изначально, сейчас уже такого нет. Так, вы знаете, что у меня эпиграфом взято? Православия – это широта, это объемность, это целомудрие, это нежность, это все в нем. Все, что любой из сектантов скажет. А мы субботу исполняем, у нас суббота, новозаветнее воскресенье. Кто-то скажет еще что-то, мы скажем, у нас это есть. У нас все есть в православии. Такая полнота, о которой, ну, нет даже намеков сектанты нет. Они боятся друг друга. А мы ходим свободно к абхиистам, к адвентистам, мы их не боимся. Но свидетельствуем о Боге. Ты, Надежда, делал? Ты хочешь ехать сейчас? Да, я уже деньги отдала. Вы ее берете, да? Нет. У нас некуда. Мы много вещей брали, думали, будем в поле. Так, а с кем ты повезешь? Сергей повезет. Сергей повезет ее. До куда? До Барнаула. Вот туда, обратно. Но он без собак едет. Без собак. Ну, еще раз, сейчас, минутку, подожди. Так, еще что у вас? Что? Все. Вы что-то хотите сказать? Ничего не надо, да? Угу. Ну, ладно, это хорошее свидетельство. Я могу только сказать вам то, что сказал уже, молитва. Непрерывно молитесь. Если ты, такой молитв уже быть не может, а Господи. Я не понимаю, почему это. Но я благодарю тебя, потому что ты любишь меня. Да. От православия ни шагу. Никио-Сареградский символ веры. Веруй во единого Бога Отца. Держи эту основу. Сектанты этого не знают. О них поставил апостол, пророков, учителя. Кто учителя? Они опять апостолов перечисляют. Они не знают. У нас какие учителя? Игнатия Богоносец, поликарм, Семирский, первого века. И на каждый век. А баптиста в 16 столетии ни одного нет нигде. Да, я знаю. Они обманывать могут. Я говорю, ну назовите хотя бы одного баптиста в 15 веке. В 16 марте Люкер 1517. А православные в каждом веке. Я могу назвать сколько канонизировано до одного. 1163. Вот так. У меня вопросов уже нет. А если и возникать будут, я знаю, у кого спросить. Вы все книги у вас какие хотели? Вот. Вы мне хотели подарить, нам хотели подарить книгу. Так надо зайти туда. Нет, вот эту книгу, которую вы приносили. Пестинному православию. Пестинному православию, да. Ну сейчас-то был еще не сказал-то. Сейчас там остановитесь. А вы убежали от нас? Ну да, мы побежали от нас. Но я же звал вас всех. Я говорю, кто хочет пойти? Девочка уезжает, чтобы на память она проиграла нам. А музыкант. Ну я поблагодарил, я остался, поблагодарил всех, кто нам служил. Ну все, понятно. Так, подъехать надо будет. Подъедем сейчас. Подъедете, остановитесь и все. Так, у вас к истинному православию есть? Все есть. У меня всегда приезжало ко мне раньше еще. Мы сейчас уберемся. И пока собирайтесь. Ну, пусть отмираетесь. Все, уберемся. Так, отомним. Все, больше меньше сказать вам? Да. Все, собирайтесь. Садитесь рядышком. Это все? Да. Все, уберемся. Продолжение следует...